приветствую зрителей на канале с вами смайлсик мы продолжаем знакомиться с конструктором игр dizzy age прошлом ролике мы разобрали что такое активные действия но мы не погружались в них мы постепенно двигаемся к финишу для этой простой игры и в прошлый раз мы добавили сообщение о том что для завершения игры нам нужно всего пять монет даже если у меня будут эти пять монет я все равно игру не закончу согласитесь что нелогично видеть это сообщение когда мы уже собрали требуемое количество монет если нам нужно чтобы программа выполнялась по-разному в зависимости от ситуации мы будем использовать одну из управляющих структур программирования которая называется ветвление для ветвления используется условный оператор if если давайте вернемся в код и немного изменим скрипт эту информацию которую мы сейчас видим на экране мы будем выводить в любом случае но в зависимости от тех или иных событий мы добавим к этому сообщению еще кое-что давайте сначала приведем структуру которую мы используем при создании ветвления как я уже сказал для этого используется условный оператор если далее скобках мы должны указать а что же мы проверяем то есть то самое условие и после чего фигурных скобках мы должны указать какие действия нужно будет сделать если это условие выполняется или на данный вопрос который указан в круглых скобках мы можем ответить да ну или компьютер на это отвечает истина true что мы должны проверить мы должны спросить если у игрока количество монет сейчас совпадает с максимальным количеством монет в игре то есть мы должны сравнить две величины первая величина это количество монет у нас для этого мы должны обратиться к самому себе то есть опросить какой-то параметр нашего игрока для этого используется функция player get скобочках мы должны указать что же мы опрашиваем так как у нас есть очень много параметров начиная от нашего положения в пространстве которая делится на координату x и координату игрок количество наших жизней монет активности статуса задержки в анимации слоя то есть очень большое количество различных параметров по которым мы можем оценить но так сказать состояние нашего игрока в данном случае нам нужно спросить количество монет все свойства игрокам записаны числами то есть каждое свойство имеет свой порядковый номер когда мы устанавливали те или иные объекты на карту мы в свойствах этого объекта прописывали те или иные значения то есть отображать материал не отображать материал и каждая эта строчка имеет свой порядковый номер и для упрощения созданы константы которые хранят эти номера в данном случае нам нужна константа coins но мы должны указать а чьи монеты нас интересуют и здесь для того чтобы отделить обычные объекты от игрока всегда идет в начале пояснения чье свойство мы сейчас опрашиваем для игрока это естественно первая буква и далее идет нижнее подчеркивание то есть таким образом мы узнаем сколько монет у игрока первый предмет для сравнения мы взяли теперь мы должны указать с чем мы его сравниваем и сравниваем моего с максимальным количеством монет насколько вы помните это свойство мы меняли файле game.dev вот она max coins именно с ним мы и будем сравнивать мы можем здесь просто написать число 5 потому что мы знаем что это так но постарайтесь в программировании не использовать магических чисел за которыми неизвестно что стоит если вдруг вы захотите изменить количество монет в игре то вам придется отлавливать это количество по всему коду и где-то вы возможно это пропустите и логика вашей игры будет нарушена поэтому лучше использовать те константы которые под это определены и тогда в дальнейшем вам понадобится всего лишь указать количество монет только в одном месте хорошо у нас есть две вещи которые мы хотим сравнить это значит что между ними нужно поставить какой-то знак для сравнения для сравнения математики используются разные знаки например больше меньше равно не равно больше или равно меньше или равно всего шесть штук в данном случае нам нужно проверить равны они между собой или нет казалось бы все хорошо но на самом деле знак равно используется при работе с переменными о которых у нас речь пойдет чуть позже то есть когда я говорю что одно значение равно другому то есть я не спрашиваю это я утверждаю в данном случае ставится двойной знак равно он называется эквивалентно как можно запомнить ну например что первое число равно второму а второе равно первому то есть два знака равно то есть обе вещи равны между собой поэтому два знака равно поэтому нужно просто привыкнуть итак у нас есть сравнение если на этот вопрос мы отвечаем нет то есть они не равны значит в эти скобки мы не заходим и программа просто заканчивается то есть мы их игнорируем но если они равны мы должны как-то сообщить об этом давайте добавим еще одну фразу которую впоследствии выключим запишем ее в другой координате и изменим эту фразу потрясающе вы нашли все пять монет давайте проверим и так как вы видите я собрал уже четыре монеты давайте проверим появится у нас дополнительное сообщение которое мы добавили в код или нет вам необходимо пять монет чтобы завершить игру да мы об этом знаем и никакие другие сообщения не появляются оно появится только лишь в одном случае давайте возьмем эту монету так да мы собрали все монеты давайте проверим вам нужно собрать пять монет чтобы завершить эту игру и потрясающе вы собрали все пять монет еще раз да это работает но игра естественно не закончится несмотря на то что мы получаем сообщение о том что монеты собраны это все равно не совсем то для чего нам видеть информацию о необходимости собирать монеты если мы их уже собрали то есть было бы неплохо если бы мы видели лишь один из двух текстов и это тоже можно сделать когда у нас есть выбор из двух вариантов для этого используется расширенный вариант условного оператора if и называется он if else если иначе но действует он лишь в ситуациях когда у нас есть всего два варианта давайте сделаем его добавляем слово else и добавляем скобки которых мы будем записывать те действия которые выполняются в противоположном случае и вот этот текст который у нас здесь есть мы вырезаем и вставляем сюда теперь у нас получается следующая структура то есть если количество монет равно мы видим одно сообщение в противном случае сообщение будет другим давайте проверим снова 4 монеты проверяем мы должны собрать пять монет все мы это знаем вот у нас есть все монеты проверяем потрясающе вы собрали все пять монет то есть предыдущее сообщение мы больше не видим теперь давайте усложним наше ветвление если все монеты собраны то мы получаем об этом сообщение а если не все то тогда мы разделим логику еще раз то есть если у нас первое условие не выполняется мы попадаем в эти фигурные скобки и здесь мы задаем следующий вопрос например если мы не собрали ни одной монеты то мы получим сообщение о том что нам нужно сделать то есть вот здесь в противном случае игра нам сообщит о том что остались не собранные монеты давайте сначала условия пропишем то есть мы точно также сравниваем две величины одна из которых это количество монет у нас в инвентаре вторая величина это 0 то есть здесь мы сравниваем с конкретным числом то есть наших монет 0 мы не собрали ни одной в противном случае мы получим другие сообщения например вы еще не собрали всех монет теперь у нас уже три варианта действия а что если таких вариантов будет много насколько глубоко нам придется вставлять один условный оператор в другой на самом деле это совершенно необязательно мы можем записать то же самое иным способом если фигурных скобках стоит одна команда или один оператор то фигурные скобки можно раскрыть и вроде бы вот это все если не похоже на один оператор и состоит он из десяти строчек на самом деле он всего один это просто расширенный оператор if else это значит что теперь вот это все я могу вырезать эти скобки убрать а действия поставить рядом с else то есть у меня получится что иначе выполнить одну команду которая не требует фигурных скобок вставляем и получаем следующее таким образом мы получаем оператор else if иначе если например в python под это отведен отдельный оператор он так и называется laugh и такой вариант будут намного экономно на самом деле здесь есть еще вариант для экономии так как завершить сообщение мы можем всегда если мы вынесем его available за наш оператор если то у нас останется одна команда который мы можем поместить прямо рядом съесть ли и тогда у нас будет просто три строки если вывести сообщение иначе если вывести другое сообщение иначе вывести третье сообщение И четвертая строка это схлопнуть сообщение каким бы оно ни было Сейчас мы настолько углубляться в это не будем Давайте вообще проверим, что у нас получилось Итак, давайте проверим Сейчас у меня 0 монет Проверяем Вам нужно 5 монет для завершения игры И как мы видим это не меняется Возьмем первую монету и проверим еще раз Вы собрали еще не все монеты Да, и это так Ну и последнее 5 монет Потрясающе, вы собрали все 5 монет Ну что ж, на этом серию стоит закончить В следующий раз мы немного разнообразим эти сообщения путем использования переменных Ведь было бы неплохо указать сообщение о том, сколько монет нам осталось еще собрать Ну а на этом я прощаюсь Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали Рекомендуйте канал знакомым и друзьям, если считаете его полезным Ну и до встречи в других видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok